В первой серии прохождения Теней Чернобыля без урона я погиб на территории Агропрома. Один из комментаторов предложил мне интересную идею пройти Тень Чернобыля без урона с помощью чекпоинтов. Каждый переход на новую локацию будет значить сохранение моей задницы. Таким образом, если я на локации получил урон, то начинаю ее прохождение с самого начала, с переходной точки. Это наиболее разумный вариант для прохождения без урона, ибо без урона полностью пройти игру, скорее всего, невозможно. Продолжение данной серии будет зависеть от количества лайков под этим видео. Ставлю цель 150 лайков. Ставь лайк, подписывайся на канал, уважаемый, залетай в телеграм-канал, и приятного тебе просмотра. Первый свой урон я получил аж в подземелье Агропрома. Чудом удалось это сделать. Если бы я пытался снова заново проходить все, то, скорее всего, получил бы урон еще раньше, чем на Агропроме. Здесь мне чисто повезло, и я прошел так далеко. Теперь же каждый переход на новую локацию будет для меня сохранением. Пунктом, откуда я смогу начать заново, если получу урон. В принципе, если поставить артефакты на удаление радиации, то можно пройти места, где слишком ее много. Что ж, сегодня узнаем, насколько далеко сегодня я смогу зайти. А пока я в подземелье Агропрома, и впереди бандиты. Так, ну тут челов немало, вообще гранаты хорошо помогают. В прошлый раз они мне очень сильно помогли. Минус один чел есть, но еще шесть, вот в чем проблема. Тут самое главное, это мотивация. Для меня огромнейшая мотивация пройти без урона. Даже так, с чекпоинтами, это будет очень крутое достижение. Потому что ни разу не видел, чтобы кто-то так делал в сталкере. Сейчас бы видеть что-то, твою мать. Ха, здорово, мужики. Сработано. И опять сработано. Еще один черт, который меня и убил в прошлый раз, точнее ранил. Значит, стоит подумать, прежде чем идти вперед, я вот на этом месте стану. А вот он идет. Все, не идет. Стал стоит. Ах ты тварь. Повезло мне сейчас, повезло. Он в меня не попал. Вернуться за наградой задания у меня есть. По привычке лутаем абсолютно все. Может быть, продадим. Итак, следующее испытание это кровососы. Военные. Ой, бля. Ой, 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 твою мать. Думал, ладно, не страшно. Ведь можно убежать, да? Но что-то он не урона восприимчивый совсем. Один есть. Бля, ну ты помрешь. Первый есть. О, и вояки пошли уже. F1 подбираем. И дальше там артефакт висит. Это вывод радиации будет. Морской еж выводит радиацию. Но кровотечение плюс. Короче, надо ловить челов, когда они перезаряжаются. Именно в тот момент валить их. Повезло, повезло. Еще вроде два чела остается. Хорош, еще один. Еще два. Нифига. А вот тут и гранату, пожалуй. Ой, бля. Чего бы попадать. Здоров. Хух. Еще остается где-то один черт. Но я не знаю, насколько он далеко. Это я залутаю, конечно же. А, вот он. Там их, короче, немерено еще остается. Более интересно мне, как я пройду военную базу. Я обычно там на скорости, когда проходил, через окно заходил, через окно выпрыгивал. А сейчас с уроном нужно будет осторожно. Точно с верхнего этажа не прыгнешь уже. Что ж, гранаты мне в помощь. Скорострельные АК. С тебя лайк, если ты тоже с ним постоянно ходишь. И заря, конечно же. Это все-таки вывод радиации. Плюс 50 защиты от радиации. С артефактом вообще топчик. По идее, не должно быть урона от радиации. Но я бы еще взял артефакт. Что-то есть. Но тут минус выносливость. Не знаю, ладно, пусть будет. Зато точно меня не будет трогать радиация. Насчет этого была главная опаска. Что с радиацией невозможно пройти. Челы где-то здесь. Четыре чувака. Три чувака поблизости. Не понял, он что, раненый лежал? Странно. Только не говорите, что он спрятался. Бля, да, он спрятался. Воу-воу-воу-воу. Полегче. Я не знаю, где этот последний остался. О-с-с. Вот же он, блин. Я не знаю, как можно было не заметить. Короче, все. Или не все? Так, хрен уничтожен. Я так подумал, я сюда не пойду. Я зря вот этих пацанов маслил. Я выйду с другой стороны и забегу в окно сбоку, вне базы. Выходя с подземки, меня расстреляют нафиг. Так что я с другой стороны зайду. Все, получается, локация пройдена без урона. И следующий переход будет значить чекпоинт. Главное сейчас дойти к нему и сохраниться. А там уже будем пробовать как-то проходить без урона агропром снова. Тут тихо, спокойно. Все нормасик. Так, в общем, есть сейв. Сейчас я побегу вот сюда. Конечно же. Тайники забираем. А вот тут, кстати, что-то нет тайника. Я не знаю, почему. Отображается на карте, а его нет. Почему бы не походить по аномальным зонам? Норма, с радиацией не берет. Так, что тут у нас? Тут у нас радиация. О, нет. Только не сейчас. Только не в этой прохождении. Собачка. Я надеюсь, этого не слышат военные. Дойди в жопу. Какое ты конченое. Что ты от меня хочешь? Попробуем на скоростях пробежаться. Ой-ой-ой. Бежим, 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 бежим. Просто бежим. Как же это было резко, ёпта. Надо будет еще спуститься этим же путем, бля. И вот где-то на этом этаже есть еще челы. Отлично брошена граната. О, один чел готов. Это их кэп? Нет, нифига. Кэп не готов. Это его охрана. Патрике возьмем. Блин, ну тут прям накал. Все, забираем, убегаем. В окно бы выпрыгнуть, но это урон. Кому он нужен? Вот тут вроде можно. А ну давай. Да. Да-да-да-да-да-давай. Давай, старина, ты сможешь. Неужели? Все, идем дальше. Собака тут мертва. И далее мой путь на выход из локации. Локация пройдена. Я не верю своим глазам, мать его. Но на переходе те же бандиты могут меня поймить. А сейчас мне надо идти в бар. Лох высматривает. А я уже не там. Давайте скажем ему. Большое чудо, когда здесь попадается ночная звезда. Ну тут каменные цветочки вроде. Медуза. И чё? Тоже каменный цветочек вроде. Бля, тут военные ходят. Наверное, я погрячился, когда сказал, что все опасности на агропроме закончены. Ну да, естественно. Тут еще схват имеется. Как я мог про это забыть? Хорош. Все, размаслили. Ладно, следующий чекпоинт это свалочка. Ой, ты су... Ты чё, рофлишь? Конченые мрази. Вот так чекпоинт. Спасибо от души. Начинаем с этой же точки. Ах ты, бля. Слышишь, это ненормально. Опять ранят. О, получилось избежать. Прыгает на меня. Все равно получается избегать урона. Ладно. Сумасшедшие псы здесь. Тут есть варик оббежать. Потому мы так и сделаем. Лохи, реально. Я надеюсь, будет достаточно этого вывода радиации в саркофаге. Но тут явно один не поможет. Надо будет больше артов на вывод. Я думаю, уже заслужили награду. Чел в сторону. Выбраться из подземелья до сих пор сохраняется квест. Но нам насрать на этот квест. У нас уже открыт путь на север. Дальше по сюжету. Отнести документы бармену, да. Все нормально. Собачки съели сталкерка. Печально. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, надо обезопасить зону. Дабы потом было удобнее ходить. Себя укуси. Сходи за документами, умеченными в Х-18. Ты же можешь. Тебе же не сложно. Говорит бармен. Я же не против. Реально. Мне дают новый костюм. Единственная цель костюма это сохранение меня от радиации. Прочее можно продать. Это я продам. Это я тоже продам. Хотя, если себе поставить артефакты на пулестойкость, то урон не будет проходить, по идее. Так что смысл пулестойкости тоже есть какой-то. Я об этом подумаю. Пишите об этом в комменты. Как вы думаете, что будет выгоднее поставить. 50 на 50. То есть, вывод радиации. Половину артефактов и вторую половину артефактов на пулестойкость. Может быть поставить. И шанс избежания урона будет прям максимальным. Maybe. Честно, я до конца не понимаю, как будет лучше. Это тоже ж можно продать. Чтобы место не занимало. Я лучше артефактов туда напихаю. Кстати, гранаты тоже. Это мне надо. И все. Пробраться на базу. Следующее задание. А база в темной долине. Помним про чекпоинт. Это именно переход. Новая локация. Значит, новое сохранение. Получил урон. Начал заново. Залезаем в дырку. Это путь на паузу бандитов. Ой, бля. Я не знаю, как здесь лучше всего пройти. Урона будет здесь немерено, скорее всего. Интересно, меня видят уже? Или я могу полазить по остеосу дальше? Да не, вроде еще не видят. Ребята, пожалуйста, отпустите. Не надо. Я вам денег дам. Да все отдам. Ну, давай идти, пособирайся. Боров сказал отвезти этого болвана на старую фабрику. Да он уже достал в натуре. На этой неделе уже три раза туда. Тсс. Слышал? Ой, что-то у меня дурное предчувствие. Короче, не хочется мне из лагеря уходить. Угу. А у меня есть идея. А ну прыгай в яму, козел. Нет! Я не прыгну туда! Хоть стреляйте! Ну как хочешь. Зарезай! Бля, печально это все. Вот, видимо, они взяли и сталкерка. Перешили так просто. Не сталкер, а долговцы, конечно. Но судя не меняет. Не, я чую, там не пройду. Знаю одну интересную лазейку. Мне главное пробежаться без урона. Побежали, побежали. И мне, бля, мне надо было просто вот сюда сейчас побежать. Так, а здесь аномалии, бля, как пройти-то? Че, не пройду? Нормасик, прошел. И, по-моему, здесь уже проход к Борову есть. Радиация жесткая! Жесткая радиация. Выводим, быстро. Бля, короче, радейку поймал. В этом месте мне нужно было накинуть огненный шар. Ладно, бля, ну что, по новой. С самого начала локации. Просто надо будет надеть артефакт. Вот, сейчас испытания устраиваем. И че? А все равно грызет. Надо очень быстро пробежаться. То есть теперь мы знаем, что в саркофаге мне нужно максимум защиты радиации. А тут лестницы нет. Да, тут не получится подняться, к сожалению. Это не чистое небо. Хотя и в чистом небе, я не помню, что было. В Lost Alpha точно, помню, есть. Но там билдовская версия. Так, один есть. И понеслась. О, Долговец, кстати, жив. Все нормально. Так что даже к лучшему, что меня убили. То есть не убили, а радиация тронула. Что ж, тут накидываю артефакт. И бегу. Все. Моя жопа спасена. Но это временно. Ой, бля, сколько же их тут. Двинули, двинули. Хорошо сработано. И вот тут этот хмырь стоит. Странно, тут никого нет. Обычно было куча. Забираем энергетики. Считаю, самое главное, что у него есть. И уходим. Бля, только бы не ранили. Нормасик, нормасик. Но шарите? Мне еще надо на завод сходить. Где переход в лабораторию. Лаборатория, это будет чекпоинт. Но мне нужно еще в нее зайти. То есть, если меня сейчас ранят, то мне придется по новой это все делать. Это ужасно. Ужасно интересно. Так, что по урону? Я надеюсь, выдержит этот удар. Ага. Вообще, стоило бы долговцам помочь. ПСО дают. Ну ладно. Думаю, где-то найдем. Помним, что здесь. Забрасываем гранату. И что, не что? У меня уже был опыт прохождения лаборатории без сохранений. Вот сейчас будет такая же тема. Главное, чтобы патронов хватило. А это было нежданно, негаданно. Все, чекпоинт имеется. Это просто невероятно. Если бы меня сейчас ранило, было бы, конечно, печально перепроходить все. И что, ну, новый чекпоинт имеется. Идем дальше. Х18. Найти код к двери. Я не помню пароль, если честно. Бля. Ящики, точно. Они же урон наносят вроде. Баллоны, бочки, вот это все. Полтергейстов надо вырубить. И главное, радиационных мест избегать. Вот тут радиация, помню, было. Жарки там вот такое. Камбе с монолитом мы и забираем. И подстолка была. Тут же АК с гранатометом. Ой-ой-ой. Это, блин, жарки конченые. Терпеть не могу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Козрина ты. Но это не самое страшное. Впереди оно самое страшное. Бля, по-братски, можешь не слепить? Тут их вроде бы две. И где ящики стоят, там можно пройти. Нормасик. Один, два, четыре, три. Все, прошли. Без урона. Это, кстати, не каждый раз получается сделать. Когда с одной жизнью проходил. А тут получилось. Скилл растет. Господа. Не хотелось бы еще повторять это. Так что всеми силами не получаем урон. Ооо, а с бочками это будет тяжко. Бля, они летают. Полтора надо устранить. Где он? Блядь, сейчас бы без записи делать это все. Пиздец, я в шоке. Короче, разнесли 50 гиганта. Достаточно далеко надо отойти просто. И забрасывать гранатами чела. К сожалению, без записи получилось, да? Или, может быть, перепройти. Чтоб видно было, чтобы по-честному. А ладно, насрать. На комбе закончилось место. Пришлось альтабаться, удалять файлы ненужные для того, чтобы записать серию. Вернулся и забыл включить запись. Найти код двери. Я код забыл. РПГ хуя забираю с собой. Можно будет разнести вертолет при выходе из лабы. Ну, в теории. Вообще сомневаюсь, что хочу это делать. 95-24. Это наш код. Сейчас будет подгорать. Хорош. Хорош. Разнесли. Смотрим мультики. Я проснулся. Как говорится, мама, я покакал. И все, можно идти дальше. Цель сейчас выйти из лаборатории. А там уже чекпоинт. Мне бы бронебойные патроны. Было бы, конечно, попизже. Да сдохни. Фига он непробиваемый. Щенок, ты на кого автомат поднял? Что ж тут, пожалуй, гранату. Че, мало? А не, не мало, нормально. Вот он налетел куда. Говно стоит, ждет меня. Лови. Будет хорошим уроком. Че? Ах ты, в смысле ты выжил? Стоит, зерит. Мне явно не хватает бронебойных. Так, тут косточка летает, которая способна убить. Уходим быстро. Чекпоинт. Итак, господа. В следующем ролике мы продолжим движение в сторону кордона. Меня вызывает Сидорович по рации. Мне нужно будет пробраться через толпы военных, вертолет и пойти на кордон. Там наемники. Подумаем, выполнять ли задание Сидоровича с проникновением на блокпост военных за кейсом. Вряд ли, думаю, да? Вряд ли. А потом мы пойдем к бармену. Отправимся после бармена на янтарь. За отключением выжигалки здешней лаборатории. Все дела. И продолжаем чекпоинты. Без урона. А малейший урон заставит меня проходить локацию с ноля. До тех пор, пока у меня не получится пройти ее без урона. Вам спасибо за просмотр. Ставь лайк. Если вы хотите продолжение данной серии. Пиши комментарий. Подписывайся на телеграм-канал. И удачной охоты. Сталгирюга. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok